Друзья, добрый день! Мы снова с вами! И сегодня, во второй день экскурсии по Фраге, мы отправляемся в Вышеград. Если вы помните, Вышеград это как раз то место, откуда Фрага началась. Я снимал об этом видео, ссылочку поставлю в описании к ролику. Но девочка, Диана здесь еще не была, поэтому мы 155-й раз опять на Вышеграде. 155-й миллионный раз. Если выбрать время, в которое я вам рекомендую здесь оказаться в Вышеграде, это однозначно весна, когда цветет сирень. Потому что сирени здесь столько и запахом наполняется вообще все это пространство, я вам очень рекомендую. Ну конечно, а как же не погулять по кладпищу? Прийти, я ищем. Семенький Адам. Да. Семенький Адам. Ян, как тебе кладбище? Такое красивое, веселое. Видите, как бывает? Видите, какие? Интересно, я на многих побывала. Есть с чем сравнивать? Ага, есть с чем сравнивать. Красивое, ухоженное. Ухоженное, люди знаменитые, кругом здороваются. Ага, классненько. Понравилось, что он сказал веселое. Разве бывает веселое кладбище? Ну да, обхохочешься и просто. Селфи. Три дуста. Друзья, я вам скажу, что с Вышеграда один из самых лучших видов на Прагу. Это сто процентов. Продолжение следует... Слушайте, над Прагой выглянуло солнышко, голубое небо. И это прекрасно. Мы ищем место, где бы нам присесть в ресторанчике, в каком-нибудь, что-нибудь пообедать в этот чудесный воскресный день. Вот не хватало буквально выглянуть солнышко и все, да, Таня? Да, прям очень здорово. Потекли ручейки, сразу весной запахло, птички запели. Продолжение следует жить. Вон полиция уже... Доездила. Лыба. Жизнь продолжается. Мы сейчас стоим перед забором Святой Людмилы на площади мира и передаем привет всем Людмилам, включая маму, нашей Дианочке, люди. Привет! Привет! Наконец-то настал тот момент, когда я могу с племянницей выпить пиво. Легально. Да. То есть она уже взрослая. Хорошее место, рекомендую вам посетить. Очень вкусно покормили. Пивко чудесное. И, конечно же, мы нашу племянницу повели на самое красивое место в районе. Ага. Или нет, не место. На место с самым красивым видом. Под названием Петершинский холм. Продолжение следует. все друзья весна пришла я чувствую как ты думаешь потому что запели птицы друзья все потекло 8 градусов тепла 8 градусов тепла и все абсолютно течет и вот мы погуляли и опять движемся домой и сегодня серия 3 мы будем рассказывать вам опять про австралию потому что я чувствую что всем понравилось было множество комментариев и вот сейчас если предыдущие видео у нас было как бы что диане не нравится в австралии и касалось это насекомых и всяких других тварей о которых потом был какой-то даже спорта где-то то сейчас мы сделаем видео и я спрошу ее о том что ей собственно говоря там понравилось мне сложно спрашивать диану о жизни как бы в целой австралии потому что она всегда жила в одном городе водолаиде правильно я говорю вот поэтому будем расспрашивать его конкретно о данном месте вот скажи пожалуйста дианочка вот когда ты туда приехала что тебе первое бросилось какие люди там были как бы вот что красота это все зелень деревья птички там все было такое красивое это же город на океане до прямо то есть на океане но часть города находится в холмах горах часть города находится ближе к океану поэтому очень там разнообразная зелень очень красиво все зависимо от того в какой точке находишь скажи пожалуйста каким какой и что это за климатическая зона какие там вот как зимой там холодно летом зимой холодно снег не папа как холодно какие градусы у нас доходило до четырех градусов тепла ночи а это это вот самый холод отлично это чудесно а летом летом насколько жарко летом а вот 45 градусов у нас было сорок один сорок пять это это самое большое очень сухая жара к сожалению поэтому не смотря на то что это побережье океана сухая жара а ну да там же вся австралия это практически пустыня да я это тоже спрашиваю понятно понятно а скажи пожалуйста получается что там так же как и в европе там например там четыре сезона да то есть там есть и весна и ты соответственно также весной все расцветает летом все такое жаркое теплое пустынные осенью все листья становятся такие красивые красные желтые оранжевые то есть все это такое весенние осенние и потом зима наступает с дождями с холодом понятно скажи вот ты приехала ты молодая совершенно ты английский безусловно ты знала отлично но тем не менее тебе все равно ты искала наверное какого-то общения да с кем-то и вот общалась ли ты скажем с нашими соотечественниками там или как у тебя как у тебя вот это проехать в студенческом общежитии там где у нас были люди со всего мира в основном были а были там и с россии с украины нет с россии украины нас нет а индия а понятно то есть я все равно такая международная получалось как бы и как с ними сдружилась и вот так выходила вместе с ним то есть это были мои знакомые китайцы я была частью вот их такого круга такой семьи понятно а ты не искала общение как бы вот с нашими соотечественники я искала войска и что и как это выглядело это было очень тяжело для этого надо было ходить русскую церковь и православную церковь и там искать уже контакты понятно ну я так понял что у тебя с этим тоже как-то не сложилось к сожалению да лицом не вышло лицом на славянку не вышло поэтому круг тебя не пустили тебя в круг бледнолицых соотечественников я от этого не страдала нисколько потому что у меня было может быть это даже помогу помогло да можете даже это помогло все что нас не убивает делает нас сильнее вы же помните ну а вообще водолаги люди все очень добрые всегда готовы помочь совсем как то с преступностью если вот какой уровень преступности водолаги преступность очень низкая а что значит низкая что там вот ты можешь спокойно ночью идти по улице не только на ночи идти по улице по голове никто не даст за детей можно спокойно ты можешь детей маленьких отпускать школу или нет или все-таки есть какой-то там люди волнуются все равно в мире что происходит то есть а так особенно нет ничего такого страшного чего должны бояться люди ну это конечно в парах бывают побои там ночных клубок но это как говорится везде барах это да везде я правда не знаю в чехии есть я не знаю может бывают люди разные то есть на севере южной австралии одни на юге другие в центре 3 а ведь там есть аборигены я насколько понимаю нация которая там всегда жила аборигены там намного дольше чем много племен очень много разных племен и а в южной австралии самой где-то три или четыре разных племя которые основные носятся да ну у них все основные то есть у них нет основных они все очень дорожат своими именами а насколько как бы они интегрированы в общество вот ну к сожалению из-за из-за очень неправильной истории когда-то не очень они общаются с белыми людьми но да я вам немножко так вкратце что в начале 19 20 в начале 20 века существовала такая программа что все белые люди которые живут в австралии вдруг решили о том что всех детей из этих вот племен аборигенских нужно спасать я боюсь ошибиться да потому что я не очень сильно начитан именно в данной конкретной ситуации и диана насколько я понимаю тоже знает достаточно поверхностно но суть в том что они стали изымать детей из семей у аборигенов и отдавать их в специальные школы при церквях там и так далее для того чтобы сделать ну как бы образованными с одной стороны возможно это привело к какой-то некоторой образованности но большей части это привело к озлобленности всего населения аборигенского на коренного населения австралии на белых людей потому что фактически это были сломанные судьбы детей забирали из семей и так далее и вот только сейчас буквально совсем недавно правительство австралии она как бы приняло решение сделать такой праздник который называется как он называется суридай суридей то есть день прощения день прощения когда скажем так белые люди мигранты скажем тогда просят у прощения у коренного населения австралии что в принципе вызвало достаточно добрую волну такую обратную а этот праздник приняли аборигены но конечно есть равно радикальные какие-то там на элементы когда молодые до который не любит скажем так белых но в целом в целом этот праздник приняты несмотря на то что это видите как было давно уже до 120 лет там да 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 больше века но все равно все это вот осадок в душах людей оставила конечно такое вот но тем не менее до более-менее до тех кто хочет скажем так те кто аборигены хочет жить до про меня норма как бы цивилизованно они очень живут цивилизованно они спокойно и общество против них не не про не противится даже наоборот там кстати предприятия должны брать определенный процент сотрудников из коренного населения и тем самым их учить и учить других людей белых людей с тем как жить они очень люди добрые они приятные они очень потребно маленькие кривоногие нет они кстати не маленькие они очень многие из них высокие они очень интересно похожи вот на неандертальцев почти то есть у них вот эти вот лица и телосложение это просто то есть на меня они просто очень необычные люди и они всегда готовы рассказать просто про свое племя про своих людей как они ну понятно и готовы всегда секретно скажем понятно вот видите как интересно все там развивается понятно скажи пожалуйста вернемся к природе вернемся природе океан насколько я знаю он холодный это и вот она мне по секрету сказал что она за 9 лет сколько там здесь флайна там живет она всего два раза в море купалась потому что в принципе море холодная что значит холодная когда входишь и ноги замерзают а это сколько градусов я не знаю я никогда не мерил температуру моря просто холодно намерила его своими ногами на ногах у нее пока нету это сама индикатора отображения чисел чисельного поэтому мурашки по всему телу бегали но подожди а те кто там родился они ходят купаться в основном люди купаться когда больше 30 градусов то есть когда совсем жарко это хорошо тогда в любую нырнешь лишь обязательно есть люди которые 25 градусов покупаться серфингисты например которых акулы скажи пожалуйста диана вот ты приехал туда достаточно молодой то есть фактически просто сразу пусть школы поступать в университет и так далее а вообще как общество относятся там к разным возрастом потому что но одно дело в 20 лет переехать в другую страну а если тебе 40 а если тебе 50 а из те 60 скажи вот как ты считаешь вообще в австралии нету возраста нет возрастных преград то есть это вот по-настоящему страна которая ценят человека за человека и за то что человек знает и умеет понятно то есть ты хочешь сказать что даже если мне допустим я не знаю сколько там 65 65 лет я вот сейчас собираюсь переехать в австралии я спокойно могу там устроиться ну зависимо от того по какой миграционная по какой визе вы приедете а так любой человек то есть может прийти но вопрос на что да то есть в принципе то есть ты не будешь выкинутым там потому что всегда найдется работа к сожалению я наблюдаю многих своих там друзей и знакомых которые у меня нас например в москве там или еще где-то после 40 в общем то это уже уже считай не человек то есть на работу тебя не берут отношение такое что там берут только молодых двадцатилетних да хотя практика показывает что это очень неправильный подход да и совсем ненадежно но это никого не волнует ищет все время молодых пусть 40 можно принципе даже не пробовать нет там наоборот очень принято нанимать людей более взрослого возраста у которых большой стаж работы то есть например большой опыт большой опыт когда я искала работу по специальности и даже ниже всегда выбирали женщин и мужчин которые меня два раза старше о это здорово потому что вот даже на маленький администрационной позиции у этих людей намного больший опыт и им доверяют больше когда для меня все равно будет работа какая-то но предпочтение уходит им за то что вот они мне старше и мудрее чем я слушайте как здорово как здорово суши по вернулся секундочку пока погоде вот ты говорила что летом 45 градусов это как это переносится это вы что от кондиционера кондиционер бегаете к сожалению когда приходится сидеть кондиционированных помещениях например в городе открывается такая система где каждое госучреждение открывает свои двери в котором то есть пожилым детям и тем кто себя плохо чувствует в такой жару и могут дать воды они там пересидеть то есть пока не закроется госучреждения там пересидеть пересидеть эту жару и совсем плохо здорово здорово то есть можно можно перенести да а еще я знаю что ты еще забыла что тебе нравится австралии это аграрная страна до от совершенно потрясающие продукты практически все всех видов да и самое главное ты не говорила про мясо мясо дальше стейк доступен любому человеку даже когда то есть даже бедные люди насколько я понимаю могут позволить себе покупать мясо совершенно спокойно они могут купить себе красные мяу потому что они производители мяса и даже хотя может быть она не такого прекрасного качества но все равно можно пойти супермаркет ваша австралийская мясо не в у нас разного разного вида мяса то есть чем больше цена тем лучше качество но то есть очень доступная цена все равно да все равно можно сварить мясной суп можно съесть чего-нибудь мясной мясной суп можно сварить из много чего насколько я знаю у нас богатый опыт советского советской жизни мясной суп варит из топора есть куриные грудки и можно покушать рыбку но с продуктами вообще никаких проблем и сложности фрукты и овощи по доступным ценам можно пойти купить но супер вот такие вот дела друзья вы знаете что я так думаю что этот разговор может быть бесконечный поэтому давайте так я чувствую что многих будет интересовать а как же собственно говоря в австралию люди перебираются собственно говоря как они туда перемещаются и на основании чего и вот об этом мы с вами поговорим в следующий раз следующее наше видим мы рассказываем расскажем о том как люди туда эмигрируют ну так мало ли кому это интересно будет да вот а на этом мы с вами сегодня закругляемся мы идем магазин покупать еду который у нас закончился день все съела она говорит только что у нее продукт хорош на самом деле все сожрала хорошо готовит и хорошо ест еще к тому же вот и поэтому мы с вами сегодня прощаемся а продолжим все с вами завтра пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok